И мы наконец-таки возвращаемся после достаточно продолжительного перерыва. Мы будем смотреть с вами группу B в рамках ESL Бирмингема. И сейчас мы узнаем, как же будут выступать Надежда из СНГ на эпицентре, а именно команда Гамбит. Напомню, что именно этот коллектив забрал себе первый слот на последний мейджор, который будет проходить в Москве в окончании июня. Если вы еще по каким-то неизвестным причинам не залутали себе билет, то я не знаю, что вы сделаете там у себя на диване. Но у нас, конечно же, обновленный состав аналитики к нам присоединился. Не только Митяй, но еще и Серега Смайл. Привет. Как мое настроение? Еще лучше, чем вчера. Нет, я сегодня не спрашивал ни у кого. Специально не спрашивал ни у кого, какое сегодня настроение. Тогда мне плохо. Вот, вот это правильный ответ. Вот это хорошо. Как тебе игры, которые ты сегодня наблюдал? Потому что я видел, что ты смотрел последние. Я спал. Я не смотрел. Я эксперт группы B. Эксперт группы B. Хорошо, тогда откройте нам, пожалуйста, таблицу, и наш эксперт группы B объяснит ситуацию, которая тут происходит. Группа B на барабане? В какой группе? Так ты же эксперт группы B. Пожалуйста, Evil Genius 4 очка. Ага. PSG LGD. Парижане. Парижане 3 очка. Гамбиты 2 очка, Кины 2, Team Secret 1, Альянса 0. Все. А ты хорош, а ты хорош. Что говорит нам эта табличка, уважаемый аналитик? Вы можете дать свои комментарии. Говорит, что Evil Genius пока сильнее всех. Ага. LGD чуть-чуть послабее. Послабее. На втором месте находится, да. Ну, я пошел, наверное. Ладно, Митяй, помоги нам. Я не буду этого делать. Говорить банальности сегодня. Да нет, не говори банальности. Слышь, это ты их уже сегодня сколько уже, 6 часов сейчас слушаешь. Нет, потому что я прихожу сюда, и я понимаю, что без банального Дмитрия тут уже каши не сваришь. В принципе, мы вчера выделяли явных аутсайдеров этой группы. Это Альянсы, ну вот они идут с нулем. Вторые. Явные аутсайдеры это Сикреты? Нет, это Гамбиты с кинами, которые, я думаю, после сегодняшнего дня они должны как раз сместиться на строчку пониже, потому что я думаю, Сикреты должны все-таки подниматься. Вчерашний день они играли, наверное, против самых главных своих оппонентов в этой группе, и сейчас будут играть как раз-таки, ну, оставшиеся игры, у них осталось, например, Гамбит, Кинов и Альянс. И должны они себе эти очки набирать и подниматься как раз-таки по строчке выше. Поэтому я думаю, как раз после сегодняшнего дня, после сегодняшних двух этих серий игр мы увидим уже нормальную расстановку в этой таблице. Поэтому тут на одну очку от Сикреты не стоит так жестко их судить за это. Не суди, да не судим будешь. Я тут почесал новость игровую, не киберспортивную. Правую, почему? Нет, не суть, друзья. Давайте обратимся к более серьезным вещам. Давайте обратимся к Лайну и Тинни. Соответственно, Тим Сикрет и Никстас Асасин. Сикрет вообще не предугадаешь. Климент раскрывает пик, как он хочет вообще. Леон, Тинни, вчера тоже у него вот эти были открытия драфтов. Сегодня уже побеждал Тинни, кстати, у Нипов против форвардов. Там был Фурион, и он нормально откидывал. А, ну как раз вот это был тот самый агонимный Тинни. Или что это было? Он не успел за эти агонимный Тинни. Не агонимный Тинни, жалко. Ой, у Гамбитов такой респект был против ЕГЭ, и они по игру успешно проиграли. Довольно-таки серьезно. А разве не у ЕГЭ это все было? Это было у Гамбитов как раз-таки. Да, Нюкс, Дарксир. У ЕГЭ было... Шадо Шаман. Пангалер, Варлок, ответка на десятый. И потом Пуджар еще. Ну как раз-таки... Просто была игра вчера же где-то, вот там был Нюкс, Дарксир, Земель, вот это вот все, Эмберспирит. Мне у Гамбитов, вот сама суть их драфта, она как бы очень простая. Вот они очень берут много точных заклинаний. Там мало таких хороших ауешек комбинаций, но очень много точных заклинаний на контроль. Где ты должен стоять, держать в сеточке, либо какой-то станчик подходить бить. И вот эта вот стратегия, такой распик, он периодически тебя подставляет. Когда один там пангалер, он тебе просто ломает всю твою стратегию на корню, что ты не можешь в нормальной поясенке стоять. Типа просто по тебе катится, и твои все вот эти точные заклинания, они никуда уходят. Потому что ты их кидаешь, пангалер прокатится, герои из Лизейбла выходят, и второй волной ты уже не можешь, потому что у тебя голдауны. Ну, насколько мы помним, просто гамбиты вчера отличались глубокой неумелостью в исполнении, в принципе, почти всех элементов игры. Начиная с микро, заканчивая макро моментами. Использованием вот этих массовых комбинаций с бандами, квапой со скримов пейном и сониквейвом. То даже, соответственно, всякими там тосами, теней и так далее, которые тоже непонятно куда летели. Хотелось бы, конечно, больше точности от гамбиты. Будем надеяться, что они смогут найти свою форму сегодня. Проблема вся в том, что сегодня им играть надо против топ-1 мира и LGD, которая на топ-5. И парижане, топ-4. Топ-4, да. Ну, в общем, да, парижане тоже крепкие парни. И парижане, причем, в отличие от Team Secret, еще и могут здесь посерьезнее играть, потому что пупи и компания явно расслабленнее катают на данном чемпионате. Ну, в Secret'ов вчера брака очень много было. Как раз эти смоки, их непонятные недотелепорты там от ниши. Поэтому с LGD уже чуть получше играть. Ты имеешь в виду просто отсутствие из телепортов от ниши. Отсутствие телепортов от ниши. Да, такое бывало. Да, недотелепорт как нетолерантненько получилось. Да. С LGD уже нормальная битва была, как раз они разменялись картами. Телепорт третьего мира. Или в него. Но и гамбит все думает. Всегда можно продать телепорт. Смотри, сейчас к Себу на шоу пойдешь. Будешь извиняться. Да. На французском. В смысле? Подожди, вопрос другой. Нет, уже все. Перед кем извиняться, если ты сказал про телепорт? Ассоциация телепортов трудовая? Мира свитков? Так их еще не называли. Но ты телепорт, конечно. Сейчас кто-то образует страну. Телепортация? Да, да. Есть же какая-то страна в мире, она официально не признана, но там что-то из серии 200 человек, по-моему, живет на нефтяной вышке. На старой заброшенной нефтяной вышке. Они там живут. И вот то же самое. Страна телепортации тоже где-то может быть. Это не по стадии метро про них снимали? Не смещено. Там было в пустыне где-то, в Казахстане. Мы что-то крепко задумались гамбиты. Не знаю, чем ответить на Свена. Селла и Пул героев, на самом деле, не очень хорошо справляется с ним. Но Медуза, кстати, все еще присутствует в пике. В пикабане имеется. Хотя она обычно всегда не выживала. Хочешь ли ты брать под Пикса и Дарксирой еще Медузу? Опа. Вот это хороший герой. Ему комбинацию, знаешь, какую-то нужно было бы сделать. Дезрапторку, может быть, взять. Чтобы, знаешь, как у всех, как у людей. Но тут ФНГ, он, как обычно, у нее свой план, своя какая-то идея. Сейчас мы с тобой какую-нибудь Луну увидим или ТБ, чтобы это все работало. Или Марфа. Марфа тоже не забанили. И будут играть через вот этих вот самых израпшенных иллюзий и так далее и все прочее. Очень часто Свен заезжает у нас на первой стадии Афи Пика и не берут Шаду Демона почему-то. Хотя, по мне, этот герой, он, во-первых, и подсевить может всегда от фокуса Свена, от молоточка, когда Свен начинает вкусить. Ну и ультимейт. Но это слишком жестко против Свена. Он не может двигаться, не может вообще ничего делать. Так и кидает на себя баф, все сразу снимается. Тоже сверхудобно. Нет, он когда-то даже в Блокенбаре, это жестко. Почему-то Шаду Демона очень редко появляется. И вот Фен Гэш как раз вспомнил по поводу этого персонажа. Ну я говорю, я просто обычно, ты берешь, если вот у тебя есть Тернюкс, там Дарк Сир. Но что ты хочешь под них взять? Ну тебе бы вот как-то вот центрируют противников, чтобы это все работало. И получше. То есть под одного Никса маловато, скажем так. И вот у нас опять там Галера, снова он будет катиться, и снова все будет мешать и руинить. Не, ну тебе просто нужно что-то против Свена делать, потому что да, у тебя есть комбинация Дарк Сир, Никса, и ты хочешь добавить еще что-то. Но когда Свен получает Блокенбар, ему плевать будет и на Никса, и на Дарк Сир, и еще на этого героя, который появится. Что по поводу морфа какого-нибудь, который под Шаду Демона нормально. Ну я предлагал, что морф, борф, луна, ТТБ, что это такое, ты можешь взять. Морф, наверное, лучше всего здесь будет смотреться. Но вообще, так если подумать, мы сегодня буквально видели Контропангалеру неплохую. И тут тоже можно взять и морфа, и Блоттикера. И Блоттикера, да. Да, да, Блоттикер силен. Ну ты сам видел, насколько он приятен был в исполнении, причем буквально без фатов. И тролль. Заходил и разрывал, но... Ну вот хотят они, тролль. Тогда зачем нужен был Шаду Демон? Я не знаю, но то есть все еще не очень понятно. Возможно, на ласт пике мы увидим какого-то героя, который хорошо с ним синагирует. Ну в мид опять же, да, какого-то героя такого взять. Но с другой стороны все еще непонятно, чем останавливать Пангальера. А в мид очень мало героев заходит всегда, которые с Шаду Демоном нормально работают. Ну Морф может зайти, опять же, потому что Пангальер может мидер. Здесь непонятно, куда Пангальер, если Пангальер мидер, это хороший сетап. А Морф на фрифарме стоит против него в миде. Вопрос другой, что у Team Secret Last Peak это, скорее всего, все равно будет мидер. То есть Пангальер может уйти на любую позицию, неважно куда. Ну они посмотрят, да, что кто куда, и у тебя вот опять же... В принципе, все четыре героя... У тебя просто и Тинни, Зай может быть и Пангальер, Зай может быть и на тех, и на тех. Он хорошо играет, опять же, и Бзор Леон. Да даже Свен может быть тройкой. То есть тут супермного вариантов Team Secret по поводу того, как расставлять лайны. И ты до конца не понимаешь, кто из них, кем будет. Тембл, Рассассин, кроме этого последнего в бане. Что логично, совершенно сейчас супер популярное. И Гамбит, надо что-то придумать, что будет универсально стоять на миде, потому что закрытый, в смысле, Team Secret Last Peak. И вот что, это будет? Ну типа Морф перетерпещий или какой-нибудь Имберли? Секреты спокойно могут Зайи наверх ставить и просто триплой вниз идти. Свен, Тинни, Леон в три стана, не давать троллю вообще фармить. Ну, Shadow Demon тролль, там и Никс, да, из которой перетянется. Возможно, в этом и есть идея. Типа ты прячешь, копаешь под конец Дизрабшина. Ну, там Леон, Свен и Пангольер. Это проблема. Леон, Свен и Тинни, то есть, ну это порядок сильнее. Ну, из позитива у Гамбит хотя бы есть флекс на тролле и последнего героя, потому что тролль всегда может найти на мидл. И типа ты можешь взять себе сайфлайнера, который под ШД хорошо работает. Секреты закрывающие имеет 22-й, поэтому трудно будет как-то сейчас это все расставить и выйти победителем из этого драфта. Ну, хорошо, они не выходят победителем из этого драфта, давайте скажем так, просто. Ну, да, и начнем вторую карту, хочешь так? Да, начнем вторую карту. Не, вообще, давай подумаем, то есть, учитывая, что это секреты, у них ласт пик, и у них вот есть концептуальные герои, которых мало кто берет, и ты всегда можешь сейчас ожидать чего-то дополнительного. Феникс Мит. Ну, что угодно, то есть, они же уже все играли, все показывали. Это одна из самых многоберущих героев команды. Широкопульных. Широкопульных, широкогеройных. Гибких. Ну, да. Гибких. Фрэкспирит есть для секретов, но тут Никс. Ну, один Никс, в принципе, жестких проблем не составит, хотя неприятный парень. Раздор. О, и МТСФ. Окей, ну, это классика, кстати, для Гамбит и Спортс. Тогда Шадо Демон все еще непонятен. Мне тоже. Было ли смысл его брать, если ты можешь взять под сетап Никса с Дарксиром куда лучше героя? Снайпер можно брать, вообще без проблем. Да тут Ноков можно брать, то есть тебе, опять же, Саппорта не сверхсильно напрягает, тут даже Лондроид себе можешь позволить, чтобы просто давить. Но тут все-таки ниша, и на Лондроиде играет, и на Свене, потому что Мидуан не особо. Пока нельзя ли просто взять Берста здесь? Она и против СФ, и хорош. Можно Шторма взять, без каких-либо проблем. Да, Шторм. Шторм нормальный. Здесь практически не о чем контрить. И Шторм, Эмбер Спирит. Да, даже просто Лину какую-то взять и просто ходить. Лина все-таки может просесть по ментгейму. Может, а может не просесть. И потом собираешь какой-нибудь условный Аганим, просто бегаешь с Лионом на двоих, просто два пальца суешь. Да, да. Не веселишься. Но просто все же, видимо, тут будет какой-то Эмбер Шторм, я полагаю, что-то более уверенно. А то есть вы задумались. Тайдхантер дэмэдж на миддл? Я видел. Да, они сейчас что-то могут придумать. То есть, опять же, это Пупи А. Возможно, вот сейчас, знаешь, такой этот... Так вышел Аркана на Шейкера. Шейкер. В нем есть буква А. Значит, Акс. Значит, Акс. У него вышла своя Морталка. Аркана. Просто Морталка. Шух-шух-шух. Появляется... Инвокер. Аркварден. О-у-о-о. Так оно и работает. Крепко. Ну, вообще, Аркварден на протяжении сегодняшнего дня все банили абсолютно на последнее. А, кстати, и в баннере, вот мы даже сегодня это обсуждали против тролля, в том плане, что нажмите ультимейт и ставишь поляну, и он не может зайти туда. Да, контра. И профушить нормально не может. Да, хороший герой. Короче, от ГГ, да? Короче, ну не ГГ, тут многое зависит от того, насколько хорошо Фонин отыграет. Ну, то есть он будет ранее собирать, я так понимаю, себе грифсы, да? У Дарксира собрать свои ауры, УСФ собрать ауры. Тролли — это тот парень, который на лоу-салтах может уже куда-то побежать. Может, может. Не настолько все плохо именно в рамках линии. И если они как-то перестоят, перетерпят, то дальше уже начнется жадность невзора. Может аукнуться, может аукнуться то, что Аркварден, но он не очень быстрый персонаж. И поэтому я все равно поставлю на секрет. Серег? Я говорил, что секреты, по идее, сложные. Должны прийти просто триста на забирать. За этом сверху тоже на фрифарме ставить будет Аркварден фармить. Ну, я на секретов поставлю тоже. По идее, должны здесь не быстро, но минуте там к 30-35 забирать эту карту. Понял. Ну, сейчас мы узнаем, соответственно, верят ли в нашу команду наш партнер париматч и наши зрители. Сначала париматч 3.75 на 1.25. Team Secret явно выглядит фаворитом. Ну и для вас, друзья, сейчас посмотрим, насколько вы любите наш СНГ-регион. 48 на 52. Достаточно хорошая поддержка в пользу наших ребят. Ну и, соответственно, у нас обновились комментаторы. Сейчас будет работа для вас в MailStorm вместе с джемом. Установлено обновление на комментаторов. Комментаторы готовы, да. Ну, опять у нас Gambit, как и вчера. Опять в них верят, как мы видим. Вчера было 52, сегодня 48 против Secret. Молодцы, вы молодцы, что поддерживаете команду. Им это очень нужно. А еще нужнее им очко хотя бы одно. Сегодня вот за эти 4 карты против LGD и против Secret. И мы понимаем, что даже одна победа в 4-х картах это непросто будет. Да, потому что соперники довольно грозные. По опыту прошлого дня у них там все было довольно негладенько у Gambit. Они вначале хорошую игру показывали, но потом скатывались. Да, у них были два отличных драфта против ЕГЭ. И они обе игры проиграли. Против Alliance они победили, но это... А по Alliance не будем говорить. Все-таки команда сейчас переживает тоже не самые лучшие времена. Скажем так, обыграть одних Alliance, проиграть все остальные игры, этого будет недостаточно для удовлетворительного результата в групповой стадии. Но давайте смотреть. Да, конечно, опасный пик у Secret, как всегда, их сигнатурки. На самом деле, Леон — это один из самых частых пиков для Secret. Варден — это тоже, несмотря на то, что их сигнатурка. Но вот немножко удивительно, что все-таки Пупе играет на Леоне. Хотя, в принципе, тоже поигрывает. Соответственно, ниша на Свене. Ну, в общем, все свое набрали. У Gambit тоже сигнатурные герои. Это и Сэф для Афони, это и Тролль. Да, но как отмечала студия аналитики, уже есть замечательный герой против Тролля. Это Архварден, который неплохо его подкантливает своим полем, когда ты не можешь просто наносить урон. Да, Архварден, в принципе, здесь смотрится как сильнейший персонаж, который, если хорошо начнет, расфармится, то догнать его будет слишком тяжело. Когда-нибудь, я думаю, увидим и агоним на нем, на профессиональной сцене. Может быть, даже сейчас. Да, не исключено, на самом деле. Потому что как раз Secret очень любит экспериментировать с различными агонимами. Они что-то где-то там у себя пробуют на тренировках, потом приходят, пробуют в играх. Из-за высокого уровня игры и отличных командных взаимодействий у них получается. Борьба за баунти руну, но очень тяжело будет отжать. Правда, Пупея уже начинает со стана мимо, но... В принципе, тем же самым Гамбит тоже отвечает, тоже в молоко стан залетает. И в итоге у нас получается Secret забирать три баунти руны. Одна достается игрокам команды Гамбит. Забрать также никого не удалось. Обошлось без первой крови. И расходятся игроки по линиям. Здесь уже выбегает Акулыч под щитком, под двумя щитками. Начинает забирать пачку хрипов. Сейчас попробует что-то подденая здесь, наверное. Подденает. Да, нормально там заденая. И ФНГ еще очень хорошо размяли. В общем, интересная у нас борьба начинается на нижней линии. Свен пошел фармить. Здесь 2 на 2 битого. Пошел стан еще. Эвеланш сверху. Но ФНГ очень круто спрятался. Очень много стаков на тине. Это должен быть ферстблат? Да. ФНГ оформляет первую кровь. Отлично. В это время Пупе и также биты. Продолжает здесь агрессировать Акулыч под щитами. Скорее всего, сейчас перетяжка будет отсюда ФНГ на топ. Будет помогать своему карри ставить. Вот. Возвращается обратно Эвзор. Хотя нет, ФНГ все еще здесь. Очень биты Пупе. Подкопали сейчас иммершина. Иммершин пока что танкует. Продолжает фармить Акулыч. Это уже подходит ниша. Проблемы сейчас могут быть у Акулыча. Потому что есть танчик. Сейчас будет еще стана Леона. Еще танчик, да. Ну и, собственно, Эвзору достается фраг по итогам. Ну, Акулыч занаглял, откровенно говоря. Не стоило, конечно, здесь так долго стоять. И ребята из команды Сикрет сравняли счет. Не прочувствовали, что Свен перетягивается. И все-таки малый кулдаун стана у Леона. ФНГ отдается. Просто отдается на вышки, чтобы побыстрее вернуться на линию. Кстати говоря, если бы осталось еще немного, мог бы Курьер забрать. Так, и ФНГ пошел на топ. Все, трипла потерпела фиаско, судя по всему. И решают, что лучше перетянуться на верхнюю линию. Более того, на верхней линии там пока Пангольер 5.1. У него все относительно неплохо. И он мешает троллю. Да, продолжает стака здесь. Яд ФНГ на Фангольера. Потрачивший сайп. Четыре стака. Пятый стак залетает. Прожимается стик. Еще один удар. И ФНГ как-то легко оформляет фраг внезапно. Ну, вопрос к Заю. Что это был за свэшбакл такой? Ему нужно было максимально далеко от ФНГ уходить, чтобы стаки не срабатывали. Он сделал свэшбакл в сторону Shadow Demon. Но это легчайший. Ну да, как-то слишком легко. 2-2 становится счет по итогу. Акулыч здесь уже забегает за ТВРа, мы видим. Точнее, в свой лес к нему забегает уже. За свои ТВРа. За свои ТВРа, да. А тут у Мершина проблемы. Сейчас Мершин еще буквально один удар ему нужен. Мершин погибает. Отправляется в таверну. Ниша забирает фраг. Отлично. Да, очень хорошо на нижней линии. Все-таки комбинация с огромным количеством дизейблов. Два у Тини, два у Леона и есть еще у Свена. Пережить такое очень-очень тяжело. Не Никс Ассасин, не может это, не Дарксир. Да, на тупе продолжает гонять Зая. Не дают ему фармить. Ну, хоть что-то. В любом случае, да, он там какой-то ласхит имеет. Главное, наверное, побыстрее экспу получать хоть как-то. Это основная задача на линии. Здесь у нас продолжается также давление от команды Гамбит. Под щитами здесь крепочки пушатся. Ну, ниша, я думаю, не составит им особого труда. Под тавером все это дело заласхитить здесь. Сейчас посмотрим. Да нет, ну, в двух забрал уже. С ранджевиками там гораздо проще должно быть. Искусство ласхита под тавером. Оп, одного нет, одного не заласхитило. Этого надо добить. Все нормально. Грейтклифф пока что не качает. В это время погибает у нас Зай. Опять забирает его ФНГ. Вот это поворот. Ну, здесь уже песенка пангольерочки спета. Да, и, кстати, получается, ФНГ у нас уже 3-1. Имеет статистику на шадового демоне. Неплохо. Главное ФНГ постоянно приносить себе какую-то ману, подрегениваться, чтобы пангольер не мог выйти. Третий уровень возьмет любой спелл абсолютно. И пангольер будет умирать еще лучше. Да, в миде все более-менее ровно. Немножко, правда, подпросил Архварда. Но, опять же, он потом может догнать за счет хороших каких-то командных действий, возможно. Потому что пока что Мидван, если обратить внимание, у СФа 23 на 5. У Мидван всего лишь 16 на 2. Это немного. Тем более сейчас вот линия запушилась в сторону Мидвана. Как раз он там несколько крипов добьет. И они почти выровняются. Потом-то Вардан фармит значительно быстрее. Вообще у Сикрет с этим никаких проблем нет. У них и Свен фармит быстро, и Вардан. Тинни стоит. Он знал, что Никс Ассасин забрал руну невидимости. Поэтому стоит, караулят здесь выход. Но Никс Ассасина тут нет. Он снизу его видит. Да, его видят. Точнее, должны были увидеть. Да, вот теперь точно увидели. И прекрасно знают, где находится Мершин. И Мершин не попадает станом. Поймал в карапе и стан от Ниши. Начинает забивать и Мершина. Но, скорее всего, урона здесь не хватит. И должно уходить отсюда Никс. Ну, Сикрет еще не проснулись. Вот, во всяком случае, Пупей. То есть, понятно, Ниша там. Так, вот сейчас очень хорошо. Можно выкинуть Никс Ассасина. Выкидывает. Не попадает Мершин ни по кому станом. Забирают его. Отличный контроль баунтирун. Да, две баунтируны снизу забирает Сикрет и себе. Плюс сверху еще сделали фраг. Ну, а в свою очередь ФНГ там сверху пробежался. Также две баунтируны забрал для своей команды. Вот момент. Ниша дает стан. Никс жмет Карапас. Ну, понятно. Ниша дал стан, чтобы подцепить. Но Пупей дает свой стан еще до того, как Карапас закончился. И тоже урон не проходит. Опасный выход сейчас. Афоню могут выкинуть. Ой-ой-ой. Да, его выкидывают на Мидвана. Афонин же дерется до конца. Сюда перетянулся Зай. Не попадает с вэшбаклом. В итоге не дотянулся там буквально краешком. Ну, немедоримо на тине. Не докинул СФ. Я так понимаю, там просто дальности не хватило. Он докинул до крипов. А не до Арквардена. Докинул бы до Вардена. Флюкс. Скорее всего, да, был бы фраг. Так, ну у тролля все отлично. На линии Дахак тут имеет пока что абсолютный нетворс вообще на карте. 3000 у него уже на руках. Продолжает фармить. Имеется фейзы. Дальше будет собирать себе в Рейсбенд. Ну, в принципе, по дефолту играет. Ничего новенького здесь не видим. На нижней линии СВН также продолжает фармить. А в это время в миде погибает Мидван. Афонин же оформляет фраг. Опять же, с подключением Shadow Demon неплохо сыграно. Ну, с Shadow Demon довольно легко. То есть ты там даешь рейс изначально. Либо просто подходишь. И ближний, и средний, и дальний. И все. Никаких вариантов у Вардена нет. Хорошо. Гамбит начинают подавливать. Но вот главное, самое главное, что они будут делать во второй половине игры. Потому что вчера у них с этим были огромнейшие проблемы. Да, вчера они тоже очень хорошо начинали, как правило. Причем даже бывало, лидировали там по 4000. Да, но как только в минуте там к 20 начинались какие-то командные действия от оппонента, Гамбит сразу начинали сыпаться буквально на глаза. Ну, а тут мы видим, что на топе уже начинает дохак потихонечку ломать Т1. ФНГ отгоняет подальше Заят, не подпускает его к репам, стакает яд. Заят тут, кстати, могут быть проблемы, там уже три стака. А нет, все, нет, все, все, спали с него, там один не попал. Так, тут выход, кстати, на ФНГ. Возможно, ФНГ заберут, да, перетянулся к Пупе. Здесь уже и взор, и втроем ФНГ могут забрать, есть ТОС. ФНГ, еще один удар нужен. Да ладно! ФНГ в итоге тянется об крипов. Просто фантастика, каким образом Пупе умудряется не попадать в станы Миллиона. Таргетными, но у Климента сегодня пока не самый лучший день, не знаю, не с той ноги встал. Вот прям изначально баунти руна. Понятно, Никс не попал станом, у него не таргет, он просто давал его на баунти, чтобы подстанить. Но в УПС нулевой не попал. И вот это продолжается уже не первый раз. Очень много таких вот микро неточностей. И сейчас это привело к тому, что Shadow Demon смог отдаться нейтралам. Это неприятно, все-таки два героя к нему перетягивались. В общем, возвращаясь ко вчерашнему дню, помимо того, что ЕГЭ очень круто играли, вот как бы у Gambit есть план на начало, а такое ощущение, что дальше мы получаем преимущество, а что дальше? Как вот кубик Рубика. Ты собираешь первую сторону, а что дальше? Ты начинаешь собирать вторую, у тебя первая ломается. Вот что-то подобное у них выходило. Но будем надеяться, что сегодня будет поинтереснее. Пока рано говорить о чем-либо, всего восьмая минута, 4-4, преимущество небольшое есть. Да, тысяча золотых имеется, но с другой стороны СВН также продолжает фармить. Его особо на линии тоже никто не напрягает. А мы знаем, что СВН там с хорошим нотворсом может ломать вам лица и снова болится довольно быстро. Видимо, уже ПТ-шку себе выформил Ниша, дальше у него будет выход уже в сабельку, плюс Блинкдаггер. Смещается немножко СФ в лес, в лес по фарме, скоро появится ПТ в это время в миде. Нападение, есть Хекс, подкопали у нас Никс Ассина, и Мершин погибает, и это фраг для Мидвана. Ну тут два флюкса, тут не уйти. Да, Арквардена тоже будет очень тяжело пропушить, и вот, собственно, вот этот фраг очень приятный для него. Мидасик будет через где-то 800 золота. Ну, я думаю, уже довольно скоро появится. Ну, он вот купил себе два тапка, два банда, рейндроп, манго, может быть, что-то еще там приносил. Всего понемножечку, и поэтому такой поздний Мидас, но со статами. Немножко выправились у нас коэффициенты. Как бы для Гамбит это нормально. Начало положено, что дальше будет? Ну, пока что 1000 золотых остановилось преимущество за Гамбит. Не растет, и это, наверное, печально для них. В принципе, потому что ситуация секрета устраивает полностью. У них, как и говорилось ранее, СВМ продолжает фармить, у них все под контролем, им торопиться некуда. СВМ все-таки такой персонаж, которому нужно выформить вот этот вот начальный пул артефакта. Там свои четыре, наверное, блинк, там сабли, ПТ и в идеале БКБ, чтобы уже как-то драться начинать с командой. Вот. Гамбит, в принципе, в теории могут пойти пушить. У них есть тролль, тролль неплохо ломает ТВРА, но мы видим, что даже Т1 на верхней линии не одолели пока что Гамбит. Да, причем все-таки понятно, что в полноценный пуш выходить на 10-й минуте может быть и рано. Хотя некоторые команды на 10-й уже там третью вышку ломают в пятером. Но вот на легкой линии как раз можно было бы подпушить. А так Сикрет просто спокойно свою половину карту отжали. Вот Пупей даже станом начинает попадать. Внезапно в это время нападение, ну нет, не нападение все-таки у нас никакой на Зая. Потому что здесь неподалеку был Гибзор и решили просто его вот так вот отзонить. Скорее было нападение на Шадоу Демона и он защитился этим Дизрапшеном, чтобы его Панголер там не раскатал. Все-таки Панголер такой герой, вот вроде ты его убивал-убивал, он взял шестой и все. Шадоу Демон ему ничего не может сделать в Роллинг Тандере. Так, Эммершн. Ну, Эммершну сейчас два флюкса и до свидания. Без шансов здесь, конечно, выжить для Никса Сассина. Погибает он, это очередной фраг в копилочку команды Сикрет. ГДС с нападением внизу на Акулуча. Вкатывается сюда Зай, Акулуч начинает избивать. Пошел Сурдж. Плохо закатился Пангольер. Очень плохо, только один раз застанел. Не было обо что оттолкнуться. И в итоге Акулуч отсюда уходит. Эммершн. Понятно его желание получить шестой. Это действительно очень нужно сделать на Никсе. Но он уже очень много нафидил. Более того, 11 минут, две книги и почему-то шестой левел он еще не взял. Ну, ему до шестого там совсем немножко осталось. Буквально один крип. Ну, две книги. Он даже с книгой не смог? Или кто-то украл у него книгу? Я не знаю. Кто-то отобрал. Отжал себе книгу. Отжал, да. Да, Аркейн Руна, кстати, в наличии имеется у Шадоу Финда. Можно будет под нее как-то раскастоваться. В это время нападение у нас на Ебзора. Ебзор опять не по таймингу. По-моему, стан закидывает Эммершн. Ебзор за счет этого успевает убежать. Но в итоге догнали его. Здесь забрали. Хорошо. Шестой уровень есть. Все, сразу пошел Эммершн гангать. Ну, или хотя бы какое-то создавать, я не знаю, пространство. Напрягать того же Вардена. А Вардена уже Мидас. Да, Варден сам уже кого угодно напряжет. Потому что Эммершн выходит в виде девятого левела Мидвана. Мидвана здесь фармит. Неподалеку, кстати, находится ниша, если что, которая сможет помочь как-то своему тиммейту. Здесь уже и Пупей. Да, тут вот... Если Эммершн еще раз нафидит на миде уже с Вендеттой, это будет фиаско. А он все шансы имеет. Потому что вот он бегает здесь. Тут Ебзор также неподалеку. Курица хочет. Курьера хочется перехватить. Но сейчас за это поплачутся. Ну, да. Курьера он забрал, конечно. Курьер уже был пустой. Есть подкоп от Пупея. Ебзор ждет, пока закончится Крапейс. Пошел раскаст. И Эммершн в этот раз попадает станом по двоим. Но в итоге погибает. И это уже киллинг спри для Мидвана. Отлично сыграно здесь ФНГ. Но с ФНГ драться Ебзор пока что не хочет. Ну, в целом, хороший момент. Он забрал Курьера. Это стоило того, чтобы отдаться потом. Тем более, что параллельно Акулач ломал вышку. И как бы стянув на себя в этот момент трех игроков, он обезопасил для Дарксира ситуацию. И вот уже две вышки упало. У команды Сикрет. Две тысячи. Сейчас будет драка, возможно. Правда, с другой стороны, это, возможно, не лучшая идея. Потому что здесь ниша уже саблей. Урона у него достаточно много. Есть демоник порч на нишу. Хорошо. Зонит его подальше. Сюда врывается Зай. Зай на Акулача. Есть врыв от Ебзора также. Попытка забрать ФНГ. ФНГ прячет его пока что. Зай набегает. ФНГ. Хватит ли урона? Да, урона хватает. ФНГ погибает. Там Леон. Хотел наверняка щелкнуть пальцем. Но у него все время маны не хватает. А уже очень хочется. Тринадцатая минута. Шестой левел есть. И ультимейта мы до сих пор не видели. Ну и опять же, пока здесь саппорты наводят движуху. Все правильно делают Гамбит. Тролль фармит. Дарк Сира никто не трогает. СФ фармит. Вышки потихонечку падают. Да, мы видим, что быстрые диффуза появились довольно-таки для Дахака в этой игре. Но опять же, диффуза — это артефакт такой, знаешь, на драку. Именно на то, чтобы ты подключался с ним, не на фарм. Но мы видим, пока что Дахак фармит. Как ни странно, и в драках не участвует. Хочет себе БКБ, понятное дело, также сверху еще нафармить. Потому что без БКБ тут есть чем контролить. Слишком много контроля у Сикрет. Ему просто элементарно не дадут развернуться в драке. Ну, немножко непонятно, единственное, за что драться. То есть идти без БКБ сейчас прямо в пятером против Пангольера довольно рискованно. При этом сверху вышку вроде сломали, снизу сломали. Соперник не сказать, что наглеет Сикрет, зажатая даже не на своей половине, а вот чуть меньше у них территории. И Гамбит это полностью устраивает. Они еще и в Смоках вот такую атаку проводят. Да, все-таки идут. И сейчас могут найти какого-нибудь Пупея в теории, потому что он как раз идет им навстречу. Ну, это очень хороший выход для Пупея получится в таком случае. Ну да, разревелил Смок. Пупея прячут. Дахак на нее будет вгрызаться. Здесь зонят подальше Афонин же. Афонин же, кстати, на хосте. Может тоже здесь неплохо подраться. Но вкатывается Зай не самым лучшим образом. Хотя, нет, нет, все-таки не очень хорошо раскатался здесь Зай. Пошли рейзы, Зай убегает отсюда. Здесь уже Ниша перетянулся. И, ну, дальше-то, наверное, как-то Гамбиты не пойдут. Да ему бы поперек. Зайу бы поперек горочки покататься. Он закатился вдоль. Карапаса от Никса подцепили Мидуана, но он слишком далеко стоит. Сикретом здесь делать нечего. Им, на самом деле, нужно очень аккуратно наступать. Ой, Мершина поймали на сентре. Ну, блин, дружище, ты же должен понимать, что по-любому там есть какой-нибудь вижен у тебя. Да, слишком агрессивно сыграл. Мершин в очередной раз погибает очень много. Вот фактически все смерти Мершина, это доминейтинг метода Афоня. Неужели у Афони ничего нет? Афоня сейчас может просто погибнуть от Свена. Сейчас будет сабля. Да, у него реально ничего нет. Варкрай еще один удар, Афоня уже погибает. Ай-яй-яй, какой фит. Грубейшая ошибка, конечно, от мидера команды Гамбит. Вот так вот весь фит Мершина перечеркнут одним фитом СФ, и он выходит у нас на первое место. Да, Юл собрался на базе. Классика жанра. Они же еще одного оформил. Вот, вот о чем мы и говорили. 15-ая минута, и начинается, знаешь, с горки катятся Гамбиты, которые до этого набирали преимущество по голде. Все у них, казалось бы, хорошо. Вот эти вот загулы непонятные, микроошибочки, и вот это в совокупности дает, чтобы все преимущества Сикрета уже отыграли, и они начинают пушить. Я вот хотел отметить, что Никс Ассасин, конечно, очень тяжело ему против Мидвана, против Арквардена каким-то образом выживать, потому что он жмет Карапас под Флюксом, ему там сколько отражается, там, 5 урона, единичка урона, потому что у Флюкса периодический урон, и весь остальной урон ему заходит. То есть нет такого, как, например, против того же Леона, когда ты там в фингер или в стан нажал Карапас, отразил кучу урона. Ну, плохо сейчас вот эти два фида, я даже сказал, три фида от Шадоу Демона, СФа и Никс Ассасина, они возвращают Гамбит, в общем-то, в стартовую позицию. Да, и позволяют Сикретам сейчас уже скоро начать довести, потому что БКБшка скоро появится для Свена. БКБшку, конечно, себе дофармливают, также троллим, остался только рецепт. Но у Ниши уже готовое БКБ, только осталось себе донести. Ну, и с БКБ мы понимаем, что Свену будет крайне трудно контролить драки. Мне кажется, Сикрет будут сплитить, и при этом искать постоянно момент для драки. То есть Варден сплитит, при этом ничего не тратит глобально, никаких там серьезных ресурсов. Ну да, да, вот после Закидона сразу же у всех, все вспоминают, что было вчера. Я думаю, что вот такими темпами любое начало от Гамбит не будет приводить ни к какому росту вообще цифр в их пользу, потому что каждую игру одно и то же мы наблюдаем. В общем, Варден будет сплитить, и постоянно Сикрет будет при этом готовы к драке за счет Блокинг-Бара на Свене и Пангольера. Если Гамбит ошибаются, проигрывают драку, то Сикрет и сплитит, и драку выиграли. Если же Сикрет видит, что Гамбит все делает хорошо, то они просто аккуратненько дефят, тянут время, пока сплитит Варден. В общем, здесь у Гамбит только шанс просто напасть и самим заставить Сикрет в неудобной позиции сражаться. Внизу Дахак, выходит на него Мидван, но это, правда, его копия. Сюда подтягивается также Акулыч с Урсачом законтроленным, но и хотят запушить Т2 внизу игроки команды Гамбит. Да, идет Пупей сюда. Будет ли какая-нибудь просветочка? Эх, немножко не угадал Пупей с направлением. Пупей! Два центра было потрачено. Может быть, дасты уже пора какие-нибудь с собой носить? Дасты решают вопросы, дасты замедляют. Ну ладно, в итоге не забрали Мершина здесь, и уходит Никс безнаказанно совершенно. Продолжает фармить Ниша, БКБшечка у него имеется, дальше нужен Блинг, да, судя по всему, для Свена. Ну, Пупей, я не знаю, вчера проводил веселый день, видимо, после игр, потому что он вообще в себя не может прийти, абсолютно. Ну, видно по игре, да, то есть то, что происходит, такие мелочи какие-то. Тут не так нажал, там не так нажал. Хороший смог, кстати говоря, который не было видно на вардах. Фингера еще ни одного мы не увидели. Да, сентри поставили, не стали ломать чужой, чтобы не палиться, и будет сейчас выход вниз на Мершина. Мершин заранее прожжал Крапейс, успевает улететь, там немножко не успел Ебзор, хотя в теории мог бы сбить телепортацию, но и в итоге в рассыпной Гамбит здесь никого подцепить Сикретов не удалось. Чем-то спалились. А, кажется, это и сентриоты и спалились. Да, да. Я просто не обратил внимания. Да, да, все, теперь понятно. Вот за счет... Чем-то было видно, короче говоря, то, что поставлен свежий сентриак, естественно, сразу следует реакция. Ну, хорошо, Гамбит не позволили сопернику выйти, но для Сикрета, в принципе... Ну, не вышли, не вышли. Варден все равно два Медаса его работают. Вот Свен уже себе такой минимальный затар нафармил. Как ты говорил, четыре артефакта. Вот, собственно говоря, два из них есть. БКБшка, ПТшечка, какой-нибудь Блинк, ну и в теории Кирасу еще в идеале бы. И все, в принципе, этого достаточно. Ну и вот Сабля. Сабля? А, да, ну Сабелька, само собой. Так, ну что, Блинк Даггер появляется также для Шаллоу Финда. И Тревелла приобретает себе уже Мидван. Будет максимально мобильным теперь. Ну, в принципе, тоже, опять же, дефолт для игроков на Архвардане. Чтобы летать по линиям, толкать их и фармить еще быстрее. Как ты знаешь, пока вот импакт от некоторых героев в Гамбит не чувствуется вообще. Например, импакт от СФа. Ни на линию он сильно не напряг. Ни по игре пока ничего не сделал. Дарксир, да, Дарксир как бы вот собирает... Ну, Дарксир и такая роль. Он, в принципе, собирает себе вот эти артефакты. И он как раз и начинает где-то с этого момента. По идее, очень жестко становится сильным в тимфайтах. Так, сейчас может быть выход на Зая. Роли Ликтанда может расставать. Будет вся ошибочка, есть вакуум. Да, попытка забрать Зая. Зая успевает уйти. Поймали его, конечно, Карапей. Сюда летит МИ-2, но это его хобби. Пошла Мека. Зая покатился. Неплохо. Магнетик Филд работает. И все. Раздавили Мершу на БКБшку. Заставили прожать еще до хака. Сюда набегает Ебзор. Акулач убегает на Сурдже. Будет ли какой-нибудь ТОС? Да, тут еще врывается Зая. Его прячет ФНГ. Набегает Пупей. Набегает Ниша. Блингдагер уже имеется. ФНГ, похоже, решил пожертвовать собой, чтобы команда отсюда ушла. Да, и это будет еще один минус. А команда-то ушла, там Пупей и залетел. Нет. Нет, нет, уходит. Уходит. Зай в соло, фактически, взял, выманил на себя трех героев. Загнал их куда-то в подвышку. На свэшбакле я спокойно отъехал. Ну, вот такие моменты. Не знаю. Гамбит. Как-то детские, что ли, ошибки. Ну, то есть, я уверен, что игроки такого уровня, они прекрасно понимали, что давить за этим Пангольером не стоит. Ну, это Пупей. Он, кстати, еще и выживет. Пупей, кстати, не забрали. Да, он успел дать текст, не попадая в стану. Запрыгивает Ниша. Палец вверху туда. Могут забрать быстренько Иммершин. Иммершин погибает. Отправляется в таверну. Ну, все. Посыпались Гамбит. Видно. Просто посыпались. Ну, то есть, опять же, момент с давить за Пангольером не стоит. Ты вряд ли его убьешь. Даже если убьешь, много не получишь, но можешь оказаться в неудобном положении. И сейчас. Леон выходит. Есть два верных решения. Первое. Быстро его убить. Попытаться. Второе. Просто уйти. Но нет решения встать перед Леоном и посмотреть на него. Решение встать перед Леоном и посмотреть на него оборачивается очень плохо всегда. Да, в итоге теряют еще тавер. Внизу у нас Гамбит. И вот уже за секрет преимущество в 2000 золотых. Продолжают Российный Творс. Мы видим, что СВН отрываться начинает от того же тролля. И у СВН все замечательно. Дальше, скорее всего, будет Керас уже выфармливаться. Также продолжает фармить и Мидван. У нее скоро уже будет полноценный Йолнир. Ебзор себе покупает еще и Блинкдаггер. И Грифсы себя не заставят долго ждать для Зая. Тут все разом появилось. В общем, сразу куча артефактов для секрет. И, собственно, и по вышкам они ситуацию выровняли. И теперь они контролируют. Теперь уже вопрос, что будет делать Сикрет. Все, игра перешла к ним. Давайте смотреть, как Климент и Компания распоряжаются. Потому что при всем при том, что у Пупея пока не лучший игровой день, скажем так. Но насколько же он лучше смотрится, чем вот Загул и Гамбит. Это правда. Но, скорее всего, сейчас Сикрет, возможно, разобьет Смок. Попробуют сделать минус. Потом зайдут на Рошана, заберут его. И уже будут полномерно ходить забирать строение. В это время вниз, кстати, есть перетяжка от... Это копия. Копия Мидвана. Но сюда Мершин вышел. А, он и динает еще вышку. Не дает. Ну вот как раз-таки о чем говорилось. Есть Смок от команды Сикрет. И они пойдут сейчас искать своего оппонента. Успели. Успели забрать. И Мершину досталось. Да, и нашли, я так понимаю, у нас сейчас ФНГ. ФНГ. Еще один удар поленом. Да, ФНГ погибает. Отправляется в таверну. В это время ниша. Закидывает стан. Попытка зафокусить Акулыча. Акулыч. Грифсы. Полена летит. Вакуум. Карта кончилась. Бежать некуда. Карта нам в арт еще стоит. Акулыч. Дизарм. Нет, Акулыча не отпустят. Это еще один минус, который делают Сикриты прямо сейчас. Еще забирают Крепа с Доминатора. Ой, как много денег. Вот только что я хотел сказать, что Гамбит хорошо все законтролили снизу. Хотя бы пытаются давить. Но Сикрит каждый раз ничего не стоит просто взять и выбить их со своей половины. Мы видим вот этот вард уже на горке поставленный, на клифе сбоку. Прекрасное понимание того вообще Сикрит, что они все еще играют от обороны. И у них очень здорово получается. 16-6 по фрагам. Просто разнос. И сами заходят на Рошана. За Рошана, кстати, Гамбит могут подраться, потому что не так много пока что ресурсов у Сикрит, чтобы быстренько его забрать. И там скоро появится уже Дарксер, ультимейты все в наличии есть. И Сикриты решили не торопиться с забиранием Аегиса. Пока что отступили. Пофармить хотят еще. Перетянули соперника. При этом Варден отпушивает нижнюю линию, сверху отпушивает Пангольер. Мид контролирует. Ну, ответный смок от Гамбит. Вот очень важный смок. Это, возможно, ключевой смок игры вообще. Возможно, последний смок в игре. Если сейчас все провалится в Гамбит, да, это правда. Миди и Эбзор. Могут его подцепить. На Карапейс подловили. И Эбзор начинает фоксить. Ниша врывается. Отлично. Стан имеется. Магнетик филд работает. Вакуум отличный по троим. Туда же стенка от Дарксира. Но урона немножко не хватает. Улетает отсюда Мидван. Нет, не улетает. Его накрывает Рейзом. Он погибает. Отправляется в таверну. Афунин же делает фраг. В это время продолжается погоня за Свеном. Свен в БКБ. Нечем его цеплять. И только одним фрагом. Но каким? Довольствуется Гамбит. Конечно, много ресурсов. Ой-ой-ой-ой. Поцепили еще Пупея. Пупей. Не уйдет, скорее всего, Пупей. А там еще и забрали Эбзора, да, где-то? Влетели драться за Тинника. Это была ошибка. И, наконец, ТСФ отыграл. Комбинация через Юл, Блинк, Блэк Кинг Бар, Ультимейт смогла разорвать Арквардена. Аркварден очень слабый герой. Когда на него нападают, пошел Пангольер. Да, Зай покатился в Рошпит. Понимая, что БКБшки там на кулдауне должны быть. Но одного Зая здесь недостаточно. Лучше отступить, потому что сейчас закончится Роллинг Тандер. Но он выигрывает время для своей команды, чтобы команда успела появиться. Да, и могли подраться спокойно за Рошана. И вот команда появляется. Смокер сбивает Гамбит. И будет отличный выход сейчас, потому что могут забрать нишу. Ниша все еще в кулдауне БКБ. Пару секунд. БКБшка сейчас откатится. Прожимается ГДС. Врываются на ФНГ. ФНГ забирают очень быстро. БКБ прожимает ниша. И понимают, что теперь со Свеном драться смысла нет. Отступает Гамбит. ФНГ сделал байбэк. Мидван идет копией своей. Мидван просто идет развлекать соперника. БКБ и ГДС у Свена нет. Это хорошо для Гамбита. Они заплатили за это всего лишь смертью и байбэком пятерки. Роллинг Тандера тоже нет. Иммершн выходит на мид. Главное сейчас не подставиться Иммершну. Да, Пупей там идет вперед. У него вижен вроде как какой-то должен быть. Поставил вард. Сентри я не вижу. Просто опс. Просто опс пока. Сентри летит. Сентри летит в Курьере. Как раз таки. Потому что безусловно сентри нужны здесь. Но опять 3000 преимуществ за Сикрет. Это немного, конечно. Но все же оно есть. Хорошо. Сбивают сейчас с Карапасами телепорт. Мидван летел нижнюю линию подпушивать. Это было бы крайне неприятно. Копия очень хорошо развлекает. Какая разница. Все равно ее нужно забирать. Все же это деньги. И хоть что-то. Так. Ну что. Продолжается у нас борьба. Такая, знаешь. Контестят Рошан и те и другие. Пытаются побороться за него. Но не рискует никто зайти в Рошпит. Сам непосредственно. Отыгрывает потихонечку денежки Гамбит. Мы видим. Сокращается преимущество. Продолжает фармить Дахак. Скоро у него появится такими темпами уже Сатаник. Молодцы Гамбит. Казалось, что они теряют инициативу. Но вот в тот решающий момент, когда Сикрет начали заходить на Рошана. Очень важный смог. И вроде как немножко возвращаются. Во всяком случае Сикретом теперь пострашнее стало. После вот этого нападения. Но, как мы видим, если вот отбросить последние три минуты, игра вернулась к тому, с чего вот мы уходили. То есть опять Сикрет просто на своей половине карты. Все фармит. Там БКБ на Shadow Demon, я так понимаю. Это не галлюцинация? Это не глюк, судя по всему. Или это глюк был у нас? Ну и 2400 Network, вероятно, у него Black King Wars. Потому что Black King Wars очень дороже. Я хотел спросить, потом посмотрел на ФНГ. Так, Ниша. Ниша нажимает БКБ. Поздно. Но специально для того, чтобы подольше она подействовала. Есть блинк. Уходит с блинка. Тролль врывается. Тролль получает Хекс. В этот момент врыв идет. Ой-ой-ой, куда же ты влез, СФ-чик? СФ-чик прямо на шрайн залетает. Удается забрать пупе. Неплохо. И СФ выжил. Хотя БКБ нажал в последний момент. Вардан отправляет копию. Минирует своими духами. Пытается кого-то подцепить. Да, выжил буквально только за счет БКБшки. Если бы не поражал бы, то, скорее всего, Фонинджи погиб бы сейчас. Отступает Гамбит. Потратили много ресурсов. Только на один фраг. Саппорта забрали по итогу. Ну а в это время копиями продолжает Мидван сплит пушить. Мы видим количество золота, которое он отдал. Ну, прилично уже. Получается... Четыре штуки. Четыре штуки надал. Две забрал у нас Фонинджи. Две забирают у нас Эммершн. Главное не проморгать. Тот момент, когда команда... Ну, когда копия Вардана станет такая сильная. У нее там появится плюс два каких-нибудь артефакта. Что с ней нельзя будет вообще встречаться один на один на линии. Но вот пока там пика. Но после пики появится какой-то атакующий артефакт. Типа Блатторна или Хекса. И вот, как правило, в такой момент ты приходишь убивать копию. Она тебе дает Блатторн и убивает. Да. Этот момент очень важно не пропустить. Так. Ну, там блинкдагер еще появляется для Зая. В миде, вот, кстати, уже идет нападение копии на Эммершна. И Эммершн понимает, что проще уже уходить отсюда. В это время Смог разбивается от Сикрет. И они отправляются на поиски своего оппонента. Это все ради Рошана делается. Кто выигрывает драку, тот забирает Рошана. Смотрим Эммершн видит его. Затянул Ебзора и Свена на хайграунд. Ну, не на хайграунд, а на возвышенность. Они оттуда просто не могли выйти. Превратил в Артизи. Да, да, да. Наверное, на гору как раз таки затащил. И, кстати, здесь подставляются вдвоем игроки команды Гамбита. Акулыч на пару с Эммершном. Эммершн уже замахивался станом. И в итоге отпускают их здесь. Не удалось никого забрать. Ну и опять Гамбит в очередной раз. С последней драки умудрились отыграть все преимущество, которое было до этого у команды Сикрет. Ну, шикарные тимфайты. Акулыч и Афоня. Вот Афоня дважды. Первый раз он Арквардена. Второй раз он Пангольера взорвал. Причем Пангольер взорвался просто моментально. Без всяких там добивочных. Отличный хайлайт. Ну и, конечно, очень удачное место. Сикретом все-таки стоит понимать, что милишному Свену в этом лесу развернуться тяжеловато. Особенно против Шадоу Демона, который кидает на него ультимейт. Тем не менее, Рошан стоит. Вот Рошан это ключевой момент. Давайте, да, давайте, потому что тут... Вот как раз тот самый момент. Акулыч в отличной позиции стоит. Есть Тосс от Ебзора. И вот сейчас Ебзора вместе с Нишей. И даже Зая могли бы затянуть, но немножко не хватило на него радиуса действия вакуума. Ну и вот все. Отрезаны два Кора. Да, считай, на хайграунде. А в это время Афонин же врывается и щелкает игроков команды Сикрет. Я думаю, Зай предпочел бы остаться на хайграунде, чем то, что с ним потом случилось. Так, а тут пошел уже Рошан. Просто вот так вот в наглую Сикрет заходит. Но этого нельзя допускать ни в коем случае. ФНГ. Да, ФНГ здесь. Все в наличии есть у Гамбит. Можно попробовать сделать комбинацию стенку вакуум. Какой-нибудь Зай готов раскастовываться. И Мершин копать не стал, потому что его контроль здесь. Хек залетает, и Мершин погибает. И Мершин ничего не успел дать. В это время стенку ставит у нас Акулыч, но БКБшки успели прожать также игроки команды Сикрет. Афонин же также прожимает Блокингвар. Рошан падает. Падает только сейчас. Аегис забирает себе Мидван. Очень битый Мидван. Мидван может потерять сейчас Аегис, и он его теряет. Нишу забирают еще сверху. Отличный фраг. И нужно второй раз сейчас забирать Архвардена здесь. Архварден призывает копию, но здесь слишком много урона, и никак это не пережить. Отличная драка в итоге получается для Гамбит. Могут подцепить сейчас еще и Бзора. Ибзора тоже ни в коем случае нельзя отпускать. Набегает Дахак. Ибзор отправляет в таверну. Шикарная драка. И теперь пушить. Наказали. Очень хорошо наказали своих оппонентов. Сикретом нельзя было так просто идти на Рошана. При том, что начало драки было не лучшим. СФ дал свой ультимейт в БКБ Архвардена. Варден в этот раз с иммунитетом к магии. Погиб иммершн, по-моему, да, не сделав ничего. Но он стянул на себя атаку команды Сикрет. Куча ресурсов была потрачена в Рошпите. Копии Вардена не было. Вынуждены были принимать драку очень сумбурно. Пангольер, ну, средненько прокатился, опять же. И в итоге Аегис, конечно, забрали. За что заслуга и большое спасибо Мидуану, должны сказать. Сейчас могут Зай взорвать. Зай подкопали его. До свидания, Зай. Сразу же делает Байбек. Отлично. И еще плюс денежки для Гамбит. Начинает падать Т3. Прожали глиф фортификации. Через 2 секунды появится Тини. Через 5 секунд появится Архварден. А вот нишу еще придется подождать. Есть вакуум. Потянули Пупея. Пупея могут забрать прямо сейчас. Сейчас Пупея погибает, отправляется в таверну. Байбека не имеет, потому что он его уже делал, по-моему, если я не ошибаюсь. В это время продолжает падать Т3. Заканчивается Роллинг Тандер. Забрали Т3, у нас Гамбит, отступают. Отличная драка очередная. И теперь можно еще и Шрайны сверху позабирать. Да, самое главное, что падают здания раз за разом. И падают герои. Минус байбек на Пангольере. Минус Леон. Минус Шрайн. Минус Тер-3 вышка. Против Вардена каждое потерянное здание. Это очень-очень важно. Потому что Варден, мы знаем, он не дает пушить своим полем. 5 тысяч за Гамбит. Но самое главное, конечно, это то, что они прям совсем круто поджали соперника к базе. Но игра еще не закончена. У Сикрит очень хорошие герои, которые могут долго сплитить. Постоянно станет иммершн Вардена. Да, это забавная ситуация, когда ты стоишь на базе, встанешь. В это время выход на копию. Копию сейчас могут забрать. Выберу. Хотя... Хотя... Там в Мид Ван выигрывает время недостаточно. Врывается сюда даже Афонинджи. В итоге только сейчас забирают. И это еще плюс денежки. Довольно, кстати, существенное количество отдал золота у нас Мид Ван своими копиями. Если обратить внимание там по фиду. Ну и появляются, наверное, ключевые артефакты. Это теперь есть МКБ для тролля. И Эзерил себе приобретает также и Шадоу Финдау. Вот у нас количество как разки золота, которое отдал своими копиями. Это много. Довисто. Ну он как-то просто каждый раз вот смотришь. Он вместо того, чтобы посылать иллюзию в последний момент, он прям просто отправляет ее. И у Гамбит много урона. Шесть тысяч. Снизу под пуш идет от копии Вардена. Также два героя. Забирают две баунти-руны. Это хорошая игра от Сикрет. Даже в такой ситуации они как минимум половину баунти-рун заберут. Смог прожали. У нас Гамбит. Хотят подраться. Но пока что грамотно от обороны играют Сикреты. Да, хак по миду. Заходит на хайграунд. Бараки стоят. Глифа нет. Ну против Вардена, но... Ну да, Магнетик Филд здесь сильно, конечно, контрит. И со строениями особо не повоюешь. Нужно глубоко заходить. Так, опять поймали Бопию. Пошел Расказ. Врывается Ниша. Отлично. Стан по двоим. Но Глифсы. БКБ успевает прожать Апониджи. Раскастовывает ультимейт. Там практически погибла копия. Очередной Магнетик Филд. Да, хак в это время в этом Магнетик Филде дерется. Нишу затягивает туда. Отлично. Ниша погибает. У него имеется байбэк. Но он его не делает. Уже забрали в это время у нас Апониджи. У него байбэка не имеется. Забирают Ебзора. Очень больно Дахаку. Дахака тоже могут сейчас потерять. Но он успевает прожать ультимейт. Вгрызается в Зая. Зая убегает отсюда. Очень битый. Акулыш тоже здесь. И, видимо, на этом драка закончится. Конечно, не самая приятная драка получилась для Гамбит. Да, вообще неприятная. Ниша очень здорово ворвался. Прямо прочувствовал. Мейнт, сколько денег поднял Пангольер. Ты просто посмотрел. Да, очень много. Он сейчас себе купит артефактов. А Пангольер с артефактами очень сильный. Это и отпушь дополнительный. Ну, в общем, шикарная игра от Ниши. Он пожертвовал собой, ворвался. И команда его очень здорово поддержала. Байбэк от ФНГ, мы видим, потрачен. СФ без байбэка умер. Причем, я так понимаю, там уже БКБ очень мало длится. СФ успевает. Да, пять секунд. Проблема. Это проблема. Потому что без БКБ здесь моментальная смерть. Ну и Дейдаус готовится делать Мидван. С Дейдаусом Варден станет настоящим дэмэдж-дилером. Странно, что не какой-нибудь Блаторн. Блаторн тоже был бы вполне уместен. Но, как правило, просто любит какой-нибудь дополнительный дизейбл приобретать на копию. Но, с другой стороны, и урон тоже нужен. А Диза... Господи, Дизолятор. Дейдаус один из лучших, наверное, артефактов. Именно на... Чтобы бурсануть себя по урону. Дейдаус это надежно. Вот кидаешь Блаторн, но... СФ снимает БКБ, Тролль снимает, Дарксир снимает. А Дейдаус в любом случае работает. Да, есть вероятность миссов от топоров Тролля. Но у Вардена там такой радиус атаки, что топоры Тролля по нему не должны. О, Кристаллис. Первый раз в этом патче. Удивительно. Ничего себе. Вот это казалось бы, да? Я думаю, что это показатель того, что патч у нас сверхновый. И просто Варденов, видимо, мало было. Так, ну что, Зай на топе. Но по топу также отправляется Гамбит. Линза появляется тем временем для ФНГ. Блинкдаггер покупает себе Эммершн. Продолжают обрастать артефактами персонажи. Небольшое преимущество для Гамбита. Это совсем не что. Можно сказать, что его даже нет. Потому что сейчас любая ошибка, и ты все проиграешь. А еще и отдашь, наверное, больше. Потому что игра уже потихонечку перетекает в лейт. Симфайт у них хороший. Вот прям лоб в лоб они смотрятся поинтереснее. Рассказ ТСФ, стенка Дарксира. Но Сикретом как раз вот очень важно растянуть как-то. Успеть вырубить одного героя до... Шадоу Демона вообще нельзя рядом ни с кем стоять. Потому что Севен видит Шадоу Демона стоящим рядом с каким-то героем. Он просто не думая прыгает. Дает стамп в двоих. Вырубает Шадоу Демона. Под сейва нет. Ниша очень нагло фармит здесь. А вот Ниша как раз Блаторн делает. Ну да. Ниша собирает Блаторн. Ниша фармит действительно нагло. Но он понимает, что шанс того, что ты здесь кого-нибудь найдешь, крайне мал. Потому что в это время вся команда вообще находится на другой части карты. Гамбит и копия Мидвана продолжает здесь толкать линию. И сейчас, наверное, кому-то придется смещаться на базу, чтобы это дело все отпушить. Ну вообще, вот я смотрю, представляю, что видит Ниша на данный момент. И шанс есть определенный. Но Ниша это как-то не пугает. Он реально чувствует, где находится оппонент. Что оппонент сюда вот просто так не зайдет. Ага, отрывала на Дарксире. Да, это классика жанра. Я не знаю, почему вот так поздно Гамбит об этом вспомнили. Они же так начинали, когда вот в этом составе играть. У них Акулыч всегда брал себе быстрые травела. Там чаще всего на паке. Потому что очень хорошо. Красава. Это сейчас очень важно было. Он сбил. Но в этот момент идет нападение в миде. Пошел фингер. Какой-то очень неудачный фингер по троллю. Но большие проблемы у Мершина. Фенгер хорошо играет. Засейвил его. Стенка сверху по нише. Ниша уже очень больно. Половину хп потерял. Дахак. БКБ прожимает. Пошел вперед. Топорики раскрутил. Нужно еще пару ударов дать Свену. Свен погибает. Отправляется в таверну. Байбэк имеет. Но он его делать, скорее всего, не будет. Потому что он уже все потратил. В это время Зая пытается забрать. Зая убегает отсюда на хайграунд. В итоге потеряли только одного. Кора Сигрит. Никого не потеряли. Здесь Гамбит. И заходит на чужой хайграунд. Начинает ломать сторону. Свен, если сделает байбэк, у него ГДС не будет. Да, ну опять Варден. И сейчас будет очень тяжело. Tempest Double стоит. Нажимает БКБ. Начинает отстреливаться. Ой-ой-ой, полетел. Ой-ой-ой. Этот тролль. Этот тролль полетел. Нужно спасать. Дахак живет. Вакуум по-троим дает у нас Акулыч. Есть подкоп от Имершина. Неплохо. Зонит пока что игроков команды Сикрит. Сейвит Дахака. Дахака засейвили. Отхилили. Дахак живет. Окей, никого не потеряли Гамбит. Обошлось без жертв. Жесть. Да, но Свена забрали. Можно забрать Шрайн. Не хотят Гамбит. Нет? В лесу второй у команды Сикрит. Баунти руна пока. Баунти руна еще куда-то выходит. Может быть сейчас поймать кого-то получится. Да, да. Будут ловить. Кентавр бежит. Будет давать стан. И это возможно будет минус Ебзор. Судя по всему. Вакуум еще под воем. Отлично. Сюда набегает Дахак. Топорики закинул. Ебзор погибает. Пупея тоже можно забирать. Его подкопали. И Пупей тоже погибнет. Это еще один фраг. Гост успел прожать с Пупей. Но это мы понимаем, что ненадолго его спасает. Очень круто играет сейчас в кошки-мышки с своим соперником Гамбит. Отошли, но быстро. Два байбека заставили сделать. Как же много денег. Можно спокойно отступать. Смок в это время разбивает Сикрит. Скоро появится Свен. У Свена должен уже откатывать ГДС, по идее. Да, вот он ее только что откатил. И можно драться. И все еще Гамбит не могут сломать бараки. Да. Башер появляется. Насколько приходится потеть. А Кулыч там вынужден юзать все сплы, чтобы сбивать. Вот опять он сбивает телепорт Вардену, который неаккуратно делает. И за Кулычем выходит. Очень опасная сейчас ситуация. Потому что Леон уже здесь летит. Нужно сбивать катапульту. Забайтился Кулыч. Он уже замахивался на эту катапульту. Но отменил атаку в последний момент и погиб. Но, скорее всего, в любом случае его бы забрали. Но такое. А, фортификацию прожали. Из-за этого не добил. Но тоже переиграли. Отлично сыграно. Это очень жесткий мув был сейчас. Реально next level play. Он понимал прекрасно, что сюда не просто так летит. Варден очень опасно выходит. Варден успевает зафорстапить кто-то. Я даже не знаю, кто. У Вардена должен быть Блокинг Барс. В нажимает БКБ. Но его просто съедает тролль. Магнетик Филд. Ничего не помогает. Какой-то странный выход от сикли сейчас получается. Да. Сейчас чудом выжил Мидван. Ебзор там тоже мог погибнуть. Но успел прожать на половине ХП БКБ. И опять погибает ниша. Не успев ничего сделать. Не успев нанести урона. Прожав опять же и БКБ. Прожав ГДС. И отправляют его в таверну. И не собираются отступать Гамбит. Они продолжают давить. Все правильно делают. Там скоро появится Рошан уже второй. Видимо откупоривали шампанское в честь победы над Дарксиром на нижней линии. Великолепно прожат его фортификейшена. Момент красивый. Но его тут же заруинили моментально вот этим выходом. 23-24. Я так и не понял кто форстафнул у нас Мидвана вперед. Потому что я вроде бы как не видел форстафов у команды Гамбит. У Мидвана есть пика. Все-все-все. Никс. У Никса есть форстаф. Там могло произойти все что угодно на самом деле. Я даже не понял это в плюс был этот форстаф или нет. Но в итоге самое забавное что Мидван то выжил. А вот ниши нет. Копия продолжает добить нижнюю линию. Вот как бы эта нижняя линия под шумок там где-нибудь не упала. Потому что стоит сейчас один лейн потерять и начнется развлечение сплошное. Свена нет, но Сикрет куда-то идут. Помнишь вчера как закончилась игра? Они пошли когда не было ультимейт и сейчас они идут вчетвером. Это выход с расчетом на то что мы поймаем соперника на неожиданности. Ну давайте смотреть. Ну соперник вроде бы как и готов драться. Потому что так же смог разбивать Гамбит. Тролль. Тролль на миде. Один абсолютно тролль. Но его не видят. Его не видят, но нашли здесь у нас в итоге Эмершина. Эмершин принял удар на себя. В принципе этот размин устраивает более чем команду Гамбит. Ну тролля потерять было бы хуже. С другой стороны тролля бы там наверное так быстро не забрали. У него шмоток очень много. Аганим у Пангольера. Да, вот он тот самый. Да, тот самый. Наконец-то увидим мы. Если кто не в курсе, то Аганим теперь дает Пангольеру свэшбакл с шелкрэша. Когда ты юзаешь, он его юзает в четыре стороны. Крестиком. Да, очень такая неприятная штука. И также имеет все модификаторы атаки. Ну то есть, ну как обычный свэшбакл, только в четыре стороны. Очень быстро падает Рошан. Да, даже настолько быстро, что даже мы не успели за этим посмотреть. Но в принципе главное, что мы видим результат. Аегис Сэр достается команде Гамбит. И теперь с этим Аегисом и Сэром нужно допушить. Нижний шайм все еще стоит. Его обязательно нужно сломать. Хватит давать дополнительное пространство Сикретам. И все еще, несмотря на то, что Гамбит у нас контролирует карту на протяжении последних 15 минут, наверное, Сикрет не отстают по золоту и продолжают обороняться. С Варданом это можно делать бесконечно долго. Да, мы видим по графикам, как они скачут. То в одну сторону, то в другую. Все еще продолжают, конечно, вести Гамбит. Но это по XP был график. Но по золоту то же самое. Но это несущественно. Опять же, сейчас есть у них пауэрапы с Рошана. Возможно, как-то под Сыраегис удачно можно выйти попробовать подраться. Дабл демош в наличии есть у Дахака. Дахак себе дофармливает пока что потихоньку Абисал Блейд. Судя по всему, тоже еще доп. контроль. БКБшки уже минимальные. Баунти руны появляются. ФНГ здесь все где-то дело контролирует. Одну забрали Сикрет. Вот умудряются еще какие-то баунти руны. Но Сикрет понимает, что либо они рискуют, забирают там хотя бы по одной, по две где-то баунти руны. Либо Гамбит сейчас бы ввели уже 10-20 тысяч золота. Агоним. Да, первый раз в этом патче. Но не удивительно. Ждем на Тиннике еще, чтобы он вот это все начинал грязюку делать. Бомбардировку поленьями своих. Да, ну потому что что, на Тинни ворвался, дал левел анштос, у тебя пошли кулдауны, а что дальше делать? Как раз подошел к деревьям и начал там. А в идеале, чтобы у врага еще был МК, и ты вырываешь все деревья, и МК падает. Да, это прям теория идеального замеса сейчас послата. Ну или у тебя хотя бы, чтобы был МК, чтобы ты вырываешься под него деревья, и он падает. И он падает. Ну а что, а Гамбит, по-моему, же играли у них. Ладно, не буду врать, не буду говорить кто, но вот кто-то в СНГ точно помню. А, Олды играли, точно. У них Макака, Коттл, Коттл ставит шар, шар ломает деревья, Макака встанет. Ну да, да, было Тим Спирит ныне. По-моему, мы как раз и комментировали этот матч. Я потом спрашивал у них, они говорят, во, там вообще забей. Это, говорит, было, ты бы там зашел к нам в тот момент на буткэмп, ты бы там вообще был в шоке. Так, ну что, Аганим появился у Зая, появился там Хекс также для Мидвана, теперь еще плюс контроль имеется. Блаторн появляется для Ниши, и Гамбиты вроде бы как идут в пуш. Там параллельно, правда, топ пушится от Акулача. Дахак здесь неподалеку, кстати, бегает один. Ну и Дахака не взять, он очень прочный. У него Сатаник, статус резистанс, там ультимейт, все вот это вот. Да, ну вот Акулач прилетает как раз-таки на своего Кентавра. Максимально мобильный, поставили с центри. Ну, главное теперь никому не поставляться из команды Сикрет. Нужно как-то грамотно задефаться. И первым синициировать тяжело, там пытаются вакуумом вытянуть, сбивают Вард, который стоит на хайграунде. Но даже Бараки еще не бьют Гамбит. Так, пошла Копия, Копия сейчас будет дефить. Так, есть врыв на мид, на... Господи, на... СФ, СФ отталкивают подальше. Очень больно ФНГ, ФНГ могут забрать, ФНГ прячет себя. Да, закидывают очень далеко сейчас. Шадуфин также запрыгивает. Закинули у нас Дахак, а Дахак погибает. Он не имел никакого поварапа, не было возможности даже прожать ультимейт. Он погибает, отправляется в таверну. В таверну забирает также ФНГ. Продолжается драка. Выбили Аегис из СФ. СФ сейчас можно забирать второй раз в это время. Подставляется здесь Акулач, его зонят пока что. Но Шадуфин сразу же получает Хекс. Есть вакуум под стенку, но поздно. Некому наносить урон у команды Гамбит. В это время погоня продолжается за Дарксиром еще. И Дарксир тоже погибает. Как же на Фижина. Ой-ой-ой. Можно в студию артефакта Арквардена? Вот он просто сейчас, скорее всего, игру выиграл, если я правильно понимаю. Да, Аркварден выиграл эту игру своим Хексом. Тролль получил Хекс сначала от Леона, его выкинул Тинни. И потом он получил два Хекса от Вардена. При этом дизрапшин Шадуф Демона был уже потрачен. Причем, обратите внимание, как только дизрапшин Шадуф Демон кастует, тут же идет врыв. Понимают, что нет подсейва. Ну, три Хекса пережить даже с Сатаником. Да он не успел даже ничего нажать. Он даже БКБ не прожал, по-моему. Ну, конечно. Ну, а как в Хексе-то сделать? Ну, я говорю, не было возможности даже как-то. Доли секунды даже не дали на то, чтобы хотя БКБ нажать Сатаник и отхиляться там под ультимейтом еще как-то пожить. Ну, круто. С одной стороны, от Сикрет. С другой стороны, у них было бесконечно много времени. Они просто смотрели и ждали ошибки от соперника. Им было максимально комфортно дефить. У них отличные инициаторы. А Гамбит даже никак вот синициировать не могли. Ну, я чувствую, вот здесь вот как раз аналитика наша развернется. Все, падает нижняя сторона. Это очень плохо, потому что эта линия будет постоянно теперь пушиться. Скорее всего, мид тоже упадет. Как бы не были мега-крипы, там еще целую минуту ждать Акулача, а без него драться будет крайне сложно. Гамбитом. Появится, конечно, тролль. Возможно, как-то вчетвером попытается подраться. ФНГ все еще тоже нет. Спасает топ только от того, от падения сейчас наличия Т2. Все еще там, но там линия тоже пушится. Падает центральная линия у команды Гамбит. Рекорд от Мидвана. Вот в такой игре. Вот попробуйте поставить такой рекорд в игре, где к тебе просто прижали всем, чем только можно, к своей базе, а ты берешь и ставишь рекорд фарма на 49-й минуте на турнире. Да, турнир только начался, но, скажем так, полтора дня уже позади. Да. Эх, вот так вот одна ошибка. Ну, такой пик. Я, честно говоря, думал, что это будет чуть раньше. Вот помнишь Смок, когда Гамбит закамбечили? Вот проиграя не тогда драку, еще в начале, на 20-й минуте. И Сикреты уже тогда бы захватили инициативу. Но Гамбит действовали отлично, вплоть до этого момента, где слишком сильный тимфайт. Это просто Сикрет. Их очень тяжело обыграть. Нужно быть сверхрешительными. Очень все здорово делать. Это агонимные сэфи. Сикрет не торопится идти на последнюю сторону. Пока что отступили на свою половину. Возможно, даже дождутся появления очередного Рошана. Это дает еще какое-то время для Гамбит, чтобы пофармить. Да, но теперь как вот с базы они будут выходить, когда все будет постоянно идти с этими копиями вперед? Это вопросище. Вопрос, который пока что без ответа. Остается агоним себе, приобретать будет дальше Мершин. Неплохое, конечно, приобретение, учитывая, что теперь вам нужно играть от защиты. Можно окопаться где-нибудь у себя на базе. Ну да. Знаешь, что самое обидное, что вот можно окопаться Мершином на базе, стоять в крутой позиционке. Только Варден тебе все равно снесет Тер-3. А ты ему никогда ничего не снесешь. Потому что даже МКБ не работает. Ну, на самом деле, по-хорошему с этим нужно что-то делать. Хороший вариант — это какие-нибудь кастеры типа Пугны, которые ломают. Или там Лешака, которым не страшен Магнетик Филд. Но по большому счету артефакты должны быть, которые ты собираешь, и хотя бы просто можешь попадать по зданиям. Ведь нет ни единого способа попасть по зданию в Магнетик Филде. Ну, зайти туда, но если бы тролль зашел туда в Магнетик Филд, он умер еще раньше. Конечная остановка для него была бы, да, в этой игре. Все, ФНГ там уже месяц логар. Он даже не реагирует уже просто. Легкий массаж для ФНГ от Лесного Крипа. Так, ну что, в миде затаились пока что Сикреты. Непонятно, что здесь хотят сделать Гамбиты. Просто, наверное, отпушить линию. Смог от Сикрет, и они отправляются в сторону Гамбит. Гамбит это никак не прочекали. Сверху работает пока что копия от Мидвана. Также толкает линию. Ну и Пупея идет вперед. Минус ССФ. Должен быть, по идее. Нет. Шаду Финт. Будет ли рыв? Нет, нет, нет. Походка Папа не убегает. Уверенный. Максимально уверенный в себе СФ. Афонин же что-то там в Курьере ему долетает. Аганим, Аганим. А БКБ переложил. Ну все, теперь вот точно конец. Не, ну это просто жесть. Это суицид. Байбэка нет. БКБ положил обратно. А, Аганим он съел. Он, короче, положил Аганим, чтобы его съесть. Съел Аганим, а БКБ не успел вернуть. А в это время было нападение, да, конечно. Идеальная концовка такой игры. Фиаско полная. Ну что, 100 секунд ждать Shadow Finder. Нужно как-то теперь вчетвером бороться Гамбитом, если это можно назвать борьбой. Ох, ох, ох. А почему нельзя съесть Аганим на базе? Я там, не знаю, где ты чувствуешь себя более безопасно. Я не знаю. Довольно странно. Ладно. Это, с точки зрения борьбы, это больше похоже на артефакт. Если вы понимаете, о чем я. Так, ну что, пошел Магнатик Филд. Заходит Мидван. Хекс вкатывается за Игорь. Давайте драться, ребят. Тут тяжело уже. Просто Сикрет кидают свои спылы. Им круто. Тинни куда-то дайвит непонятно куда. А тут забегает Ниша под ГДСом. БКБшкой просто вырезает всю команду. Даблкил от Ниши. Байбэк делает иммершн. Вернется обратно. Дахак, конечно, живет. Вакуум, подкоп, по троим. Но вот сюда бы Shadow Finder с Аганимом сейчас. С раскастовочкой. Но его нет. Но его нет, к сожалению. Поэтому погибают игроки команды Гамбит. И пишут Good Game Well Played. Да, это просто свидетельство того, насколько Big Secret уже сильнее. С 32-тысячным перефармом. Ну, слишком просто было. Запушить. Но, но, справедливости ради, стоит отметить, что Гамбит молодцы. Мне кажется, это была, наверное, одна... Ну, если брать по опыту прошлого дня, это была лучшая их игра, за которую мы видели за, вот, сколько получается, за 4 карты. Вот эта пятая, которую мы смотрим с ними. Да, они пока отлично себя показали. Они гнули свою линию. Они гнули свою линию. Было видно, что они знают, что делать. Но на этот раз просто получилось так, что, ну, Secret оказались слишком жесткими. Аналитика готова. Готова забирать у вас слово, на самом деле. Ну, во-первых, конечно же, то, что Гамбиты смогли продержаться до 53-й минуты, это уже круто. Единственное, конечно, что мы потратили 53 минуты нашего жизни, чтобы увидеть, как Афонин умирает в соло без байбека. И, по-моему, это не то, что мы заслужили лично, да? То есть, я имею в виду, вот, ну, не равняется, наверное, 52 минуты хорошей игры. Ты бы хотел щелкнуть пальцем? Откатиться на 10 минут назад, оказалось, за его спиной сказать, не ходи туда. Не иди. И он такой, зачем? И все равно пойдет и умрет. Я почти уверен. И твое мнение, потому что ничего не значит для него. Да, да, да. Он знает лучше и пошел. Кто ты такой? Все так, все так. Типа, ты, вот, ведущий аналитики, иди туда. А вы аналитики, прикиньте себя в своем случае и попробуйте объяснить мне, что тут произошло. Потому что, с одной стороны, секреты вроде как вначале чувствовали себя достаточно хорошо, а потом мы видели, как Амбит долгое время доминировали. Ну, 25 минуты, все у них отлично, 3000 денег ведут. Потом вот эти драки непонятные. Нет, давай так, первое-наперво, все было здорово в плане арквардно. То есть, ноль агрессии на него, он купил очень ранний Мидас. То есть, они самые сильные герои на линии, зачастую многие его просто до шестого левела могут и по обденайти, и все прочее, и тут все получилось, все выформил. Сверх ранний Мидас, и из-за этого сверх ранний буст по левелу, по шмоткам и всему прочему, с его стороны. То же самое с нишей, то есть, всю игру, вот, самый старт, бегает, топ-топ, айдеметр, все, 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 получается. То есть, гамбиты, несмотря на то, что у них были некоторые файты выиграны, они смогли создать давление на двух коров, против. Да, да, то есть, вот ты видишь, что у них там идет тотальный преимущество. Но потом вот Сикреты начинают принимать драки в странном формате, в котором ниша нажимает БКБ, нажимает ультимейт, и в лучшем случае тридирует это все в какого-то саппорта, и зачастую даже никого не убивая, просто бегая в ультимейте, что у демона. И это всплывает к тому, что он, в общем, схожий драк, то есть просто вынуждены нажимать драк, потому что мисплей по позиции. Это ответ на вопрос, почему он был взят все этот демон, он очень много выигрывал драк для гамбит, как раз-таки. Это он серьезный контракт. И ты постоянно теряешь героев, теряешь темп, теряешь небольшое преимущество, и даешь вот немножко подсноуболицей, скажем так, гамбитом, с их драфтом все-таки у тебя как не крутит ролл, у тебя как не крутит эсэф, то есть это парни, которые в рамках какой-то вот определенной минуты могут выдать хороший ДПС, какой-то таргет. По тине было много вопросов, то есть Типзор вообще как-то не подкидывал, не выкидывал, ничего не делал, а тут вот что не драк, то есть вот опять же, оп, и все равно просто увезли. И вот опять же нажимает БКБ, нажимает тэппаут. Здесь автолайф мвп просто этого момента, как он на хайграунд всех затянул. Мне, ну, вопрос к билду как раз-таки Свена, он мог себе взять просто гиперстоун, если хотелся скорость атаки увеличить, да или в принципе даже им не нужны, у него сабли есть. После БКБ возьмите сразу линкенсферу, но тебе не нужна эта Кираса, у тебя щит варкрай, он в принципе на вот этой минуте он спасает еще, вытаскивает, потому что дэмэ же не так много там у тролля, уэсэфа, потому что все с магией бьют и так далее, вот именно линкенсферу нужна, ты по драке будешь хоть двигаться как-то, потому что тебя закидывают пурши, ты стоишь, ты вообще ничего не делаешь, просто бегаешь, ты да, ты можешь запрыгнуть, сделать два удара, там три, по этому шаду демона, у него 1600 хп, он тебе развернется, он умрет под конец, он накинет на тебя этот пурши, и ты коров вообще бить не будешь. Ну, я думаю, что он просто рассчитывал, что у него такая команда, видишь, панголер с блинком, Тини с блинком, Бион, которые тоже должны, вот все три героя должны просто постоянно находить ФНГ заранее и убивать его тот, кто успеет приблинить. ФНГ с линзой, он далеко стоит, его трудно найти, если ты даже его находишь, то втроем на него запрыгнешь, ты потратишь все дизейблы. Ну, я имею в виду смысла, хотя бы кто-то из них сможет ворваться в спину, да, и заняться, соответственно, позиционкой против ФНГ, но я полагаю, что именно из-за этого, а так ты осталась солидарен, конечно. Да, ну вот очевидно, что отдавая постоянно ультимейты и бкбшки, ты теряешь преимущество, потому что не можешь навязывать драки первым, вот ты постоянно, вот видишь, входишь там, опять же, на ФНГ сам напал, даже разрубил его, даже все получилось, но все равно ловишь ультимейт, тебя начинают как-то кать, а ты только что там, вот, умирал, тебе вообще не очень хочется, потому что ты не фармишь ничего, снова в таверну, снова надо бы выкупаться, но не очень хочется, потому что это задело на прогресс, потому что тут сейчас так же нападут, фукусынут, и уже не сможешь выкупаться, заберут в сторону, и дефаются от того, что Аркварда не в этом плане очень честный герой, потому что ломать под его полянами бараки, ну, очень тяжело. Не говоря уже про трон, где ты можешь прямо в трон поставить, там вообще в нее не зайти. Вот, и как результат, силами только одного лишь Аркварда удалось как-то дефаться. Вот издалека просто ниша прыгает, пытаясь кого-то фукуснуть, делает два удара, сносит пол-хп, там, дизрапшин, и поршу, и все, он умирает, он сделал за эту драку два удара, два. Была бы литкинг сфера, он побежал бы дальше, еще бы начал всех бить, сплошом бы, очень много демокпп. Ну, не понятно, зачем они вообще сюда выходили. Ну, тоже странное решение. Да, ну, опять же, вот заходит, Аркварда снова ставит поляну, ты снова не можешь бить, ну, и начинается уже развал, когда это просто вырывается, тени выкидывает героя, и начинает вот набравший свои слоты, Аркварда просто разносить лица, вот ты смотришь на этого тролля, и вот ему действительно очень неприятно, очень больно, пробовывает пистолет, шикарный шторм дополнительно. Ну, и дотерпели, себе нариснулось, и началось ктовасть, это все веселье. Догоним на подгалерию с этими вот крестами, ну, так назовем, на Тевтонском. И там уже просто не отпускают, то есть сверхмобильный драф начинает работать, зарабатывает заряды себе пупей, Утини тот же левел для трех тантосов и все прочего появляется со временем, что позволяет уже перевернуть драф в свою сторону, и там набраться преимущества с 2000 до 32. Все равно у секретов очень плохое исполнение, что начиная вот с мидгейма, где они как раз отдают свое преимущество, ну, самый первый хайлайт, который она показывает, где счет 16-6 был на 25-й минуте, где там они плохо исполняют, просто фидит на пустом месте, что вот здесь на своем хайграунде, что вот эти выходы под тир-2, когда там нет никого, у тебя вижн нету, ты просто выходишь, напрыгиваешь, Свена отдавишь своего на халяву, ну, секретов вообще, не узнаю в гриме. Да, но им сильно завезло, скажем так, с драфтом, что было именно тролли, это было именно эссет, то есть парни, которые не могли подойти. Им очень повезло, что они как раз-таки допикали этого Арквардона, мне кажется, был бы любой другой герой для Мидвана, вполне возможно, они бы и не закончили эту игру. Атаку, видишь, получилось, им дотерпели, атаку, представь, если бы, допустим, был бы, допустим, вместо тролля какой-нибудь Фантом, который впрыгивал и выбивал Арквардона, вместо МСФ какой-нибудь Пугневич, который бы заходил и бластовал эти здания, то есть АДФЦе бы тоже вряд ли удалось, потому что не было вот именно обилки пробивающей защиты Арквардона. Или герой, который добирается до него и убивает. Пока ощущение такое, что просто ниша находится на другой странице своей команды по двуму дням. Вчера мы видели Дайо Морфлинга, который просто не телепортируется, имея Эгис, в свою команду и не пытается драться. Сегодня тоже, как каждый раз его не садится. Исполнение, там его как раз идея, то, что он не захотел это делать, это его решение было. А вот здесь вот, ну, в этой игре он ничего не может сделать. Ну, потому что он реально ФНГ берет линзу и ставит хорошие позиционки, Свен Юзлос, просто Юзлос герой. Ну, он мог спросить Зая купить, например, этот Лингисфер для себя. То есть, на самом деле, трешка такие вещи иногда делает. Мог Кипзору просить тоже, он нормальный софт насобирал, там могли быть деньги. Ну, ему самому нужно было вот купить, ну, смотри, у него есть блинк, БКБ, Сабля. Ну, купи Лингисферу себе. Ну, если скорости атаки не хватает, купи просто Гиперстолу. Сегодня Сабля, который так сделали, ты в конце концов можешь продать уже Саблю, она не сверхсильно тебе прямо сейчас нужна. Ну, нет, два удара все-таки этих с ультимейта не решают. Это хорошо, но ты достаточно быстро бьешь. Итак, лучше дать два удара не быстро, но дать, чем дать один. То есть, двойный и больше ни одного удара за всю драку. Тоже верно. Ну, да, в любом случае... В любом случае этого хватило, даже так. Даже так, то есть он в итоге нашел себя, все сделал, нанес тот самый дэмэдж, который требовался от Свена. Что у нас там на параллельных встречах? У нас там такое веселье. Опять же, Альянсы в первой карте обыграли LGD, но ЕГЭ без сюрпризов обошли Кингеминг. Но вот Альянс, LGD... Кины, кстати, пока ощущаются, как будто они уже точно должны будут вылетать по такой игре. Они подсдулись. У них было 2-2, и не все так плохо. Ну, то есть, наверное, своей идеальной формой достигли, получается, на Стокгольме. Получив топ-4, проиграв Фнатиком, напомню, в Венерах и потом в Лузерах, соответственно, Вирту Сам. Топ-3, получается, да? Нет, топ-4. И даже ниже, возможно. И все. И вот на этом всем закончилось. Потому что на Дисонеландии они тоже вылетели очень рано. Максимально рано. Зато добрались на минор, поиграют, посмотрим. Да, да. Есть шанс увидеть их на мажоре. Но здесь пока у них 2 очка. В принципе, не смертельно. Еще можно играть. Как мы понимаем, правда, вот. Ну, то есть, как говорят, для этой группы пока еще все ок. Потому что в группе с двумя очками уже не выживают, что называется. У форвардов почти нет. В следующий случай ты сейчас про Кенов же говоришь? Да. А я про Альянс. Да. Чтобы не было недопонимания небольшого. Ну, не скажи, на самом деле. Смотришь на группа. Я еще не обновленный пытаюсь. Смотришь на эту группу. 4-4-4. За форварды кого-то обыграют 2-0 и как бы тоже в четверочку входят. И там уже не до конца ясно. Слушай, нет. Это все свежая инфа. Свежая. Хорошо. Да, в G3.2, EG5.0. Все верно. Ну что ж, на этой ноте мы, соответственно, закончим с вами на этой карте. И подождем немножко, пока начнется вторая. Соответственно, отойдем на маленькую паузу. Продолжение следует.